Самое правильное, на мой взгляд, видео, которое должны снимать бьюти-блогеры, это видео о пустых баночках, о тех продуктах, которые у них уже закончились. Настоящее мнение о любом продукте может сложиться лишь после того, как вы полностью закончили его использовать или использовали месяц-другой. Так получилось, что в сегодняшнем видео будут практически все использованные продукты декоративной косметики. Каждое средство я использовала достаточно долго, и я уже с закрытыми глазами могу вам о них рассказать. И, конечно, к сожалению, не все из них стоят того, чтобы тратить на них деньги. Сегодня хочу вас с этими средствами познакомить. Ну и, как всегда, я начну с самого дорогого и единственного дорогого из всего, что здесь будет. Это пудра от Chanel. Которая называется Natural Finishless Powder. У меня оттенки 50, персиковый. И эта пудра, честно говоря, я не сама покупала. Эту пудру мне подарила мамина подруга. Она немного смуглее меня, но на самом деле эта пудра, она не так сильно дает цвет. И вообще эта пудра сильно себя не проявляет. Я уверена, вы знаете, что продукты Chanel, они никогда не бывают дешевыми. И каждый раз, покупая что-то от Chanel, ты должен, ты хочешь быть уверен в том, что это будет работать, что это будет тебя радовать. Вот эта пудра, она не стоит затраченных денег абсолютно. Потому что она, да, она в принципе фиксирует, она матирует. Я это признаю. Она действительно делает кожу более красивой. Но она не впечатлит вас. Она не впечатлит вас. Она не заставит вас думать о том, что она уникальная, неповторимая. И вы никогда не сможете купить ничего похожего, более дешево. Нет. Она делает такую шелковистую, сатиновую кожу. Но на самом деле сейчас такое изобилие пудр. Сейчас такой огромный выбор более дешевых, более доступных пудр. И вот это вы можете купить, если вам, во-первых, нравится простота оформления, если вам нравится именно сам бренд. Мне он нравится, я честно скажу. Если вы спокойно можете себе это позволить, то в принципе, как пудра, неплохо. Но самое главное, что купить это еще раз я не хочу. Пивлон Colorstay. Это очень-очень популярная вещь. И популярная не зря, потому что это классный, классный продукт. Насчет консилера. Это второй мой консилер. Ну, не впечатляет он меня особо и все. Покупаю второй раз, потому что впервые я его купила. Просто он мне был любопытен и интересен. Второй раз я его купила, так как я купила тональную основу. И была большая скидка, после чего я просто была обязана купить и консилер, и основу. Но второй раз, попробовав его, я все-таки убедилась в том, что он ничего особенного не делает. И он, в принципе, очень быстро заканчивается. И он не гигиеничен. Вот такой вот спонжик, такой аппликатор, он не гигиеничен, конечно. Не рекомендовала бы его как самый лучший ходовой консилер. Чего не скажешь, конечно, об этой основе. Потому что основа эта действительно очень крутая. Очень крутая. Она относительно недорогая. На сегодняшний день ревлон у нас стал чем-то таким средним между масс-маркет и люкс. Он не там, не здесь. Он где-то в промежутке. Он стойкий. Он с таким практически самым плотным покрытием. Что-то между medium и full coverage. Ее очень легко нанести на все лицо. Она не подчеркнет никакие сухости. Она не даст жирный блеск. Она просто супер. Но единственное, что может вас немножечко насторожить, это вот такая вот дыра. Вот здесь, из которой вы должны доставать средства. Ну, вообще, на самом деле, как, так скажем, это никогда не создавало никаких-то неудобств. Я любое средство наношу сперва на руку. Или на какое-нибудь стеклышко. Или уже на спонжик. Но в любом случае, сразу на лицо я никогда и не наношу. Соответственно, в принципе, никакой проблемы достать отсюда средства и использовать его до последней капли нет. А недавно с заказом от beautyhome.ru я получила такой тестер. Это Catrice Primer Priming Fine против красноты. Думаю, вы знаете, что чтобы замаскировать какие-то покраснения на коже, это может быть и покраснение вокруг носа, это может быть и какое-то высыпание. Все что угодно красное можно замаскировать, используя зеленый цвет. Это такое вот средство, которое очень увлажняющее, очень стойкое и очень хорошо маскирующая краснотука, говорит Catrice. Такое вот суперское средство. Оно очень густое, зеленое. И, по идее, оно должно помогать вам избавляться от прыщиков. У меня я использовала три раза и... Три раза я его использовала и три раза у меня появлялись после этого высыпания. Вроде средство, призванное защищать нас от каких-то покраснений, наоборот, вызвало у меня высыпание. Вот такой парадокс. Еще я хочу отметить, что мы не будем наносить это на все лицо. Скорее всего, мы будем наносить это точечно-локально. У меня не получается наносить это локально. Делая маленькую точечку на своем лице, он все равно размазывается суперсильно. То есть, и как бы он уже все исчезает. В общем, какая-то фигня, а не средство. Я очень рада, что это попало мне в тестере, потому что мне не пришлось на это тратить деньги. И среди списка пустых баночек это оказалось, потому что я это использовать больше не буду. Я уже точно вижу, что это представляет из себя. И спустя какое-то время это точно мне не будет подходить. Я уверена. Сама не заметила, но только сейчас понятно, что очень много чего у меня сегодня для кожи. Это самая чиповая палетка из всех, которую можно только купить в этом мире. Это на Алиэкспрессе продается рублей за 100, может быть, 200. Ну, точно не дороже. Это моя вторая такая палетка. Первая у меня была исключительно телесного цвета, были консилеры. А здесь же есть и от синяков, и от покраснений. И даже есть хайлайтер. Хайлайтер, который надо использовать под тональную основу, чтобы увидеть свечение на лице. Одним словом, я уже изюзала все светлые оттенки, которые мне более-менее подходили. И даже темные, которыми я делаю контур. Это изумительная палетка. Я знаю, что в ней нет ничего натурального, скорее всего. Потому что даже когда вы ее открываете, до сих пор она пахнет таким Китаем. Но сейчас я, спустя уже долгие-долгие годы использования, могу сказать, что несмотря на всю свою синтетичность, у меня не появляется высыпаний. У меня супер-супер долго все это остается на лице. И это очень, очень мой большой must-have. Рекомендую вам его попробовать. Хотя я знаю, что очень мало кто это еще не пробовал. Maybelline. Тушь для бровей, которая в одно время была разрекламирована очень сильно. Она у меня уже закончилась, потому что здесь совсем продукта не осталось. Но мне нравилось. Мне нравилось. Я не могу сказать ничего плохого о ней. Потому что она достаточно подходила мне по цвету. Вот здесь маленькое пятнышко. Она не раздражала глаза, брови. Тем более сильно оттенка не дает. Не дает. Но от туши для бровей, в принципе, я большего и не ждала. По цене вообще супер. Так что, пожалуй, когда я буду снова покупать тушь для бровей, как только почувствую необходимость, я куплю ее. L'Oreal Palette. La Palette. Да. La Palette. У них в нескольких оттенках. Сейчас даже есть новая. Какая-то такая более летняя. У меня же это Rose. По-моему, 02. 01. 01 Rose. Эта палетка меня даже вдохновляет. Я не ожидала никогда такого от L'Oreal. Но я реально чувствую, что эта палетка одна из самых идеальных палеток, которые у меня были. В ней собраны очень ходовые цвета. Очень правильные цвета. Все цвета, которые можно использовать и каждый день, и на вечер. И они стойкие, и они не дешевят, и они прекрасные. Это не самая лучшая цена, которую можно найти. Но для палетки, не забываем, что это полноценная, в принципе, палетка. Это очень классный, даже это можно назвать, наверное, такой полубюджетной палеткой. Вот этот цвет меня сводит с ума. Я его не очень много использую, но мне прям нравится. Это какое-то такое вот розовое золото, наверное, не знаю. Очень красивое. И самая-самая надоевшая вам уже помада, которую я использовала очень много раз в своих видео. Это NYX Soft Matte Lip Cream. Каждый бьюти-блогер Ютуба использовал это. И нет ни одного человека, которому бы не понравилась вот эта вот матовая прелесть для губ. Я в полнейшем восторге. Даже знаете почему? Потому что я это купила в сентябре 2015 года. Сегодня апрель 2017 года. То есть, спустя столько времени, я использую это очень часто. Смотрите. Там осталось уже достаточно мало продуктов. Но он даже не подсох. Даже вообще. Это невозможно. Если у вас сухие губы, он сделает их увлажненными, но матовыми. Если вы поели что-то три раза, у вас все равно останется на губах. Если вы проходите весь день, он все равно останется на губах. Кто он? Если вы не хотите тратить много денег, это тоже вам подойдет. Если вы ищете идеальную помаду для губ, не надо ее искать. Вот она. Я клянусь вам. Я советую ее всем своим подружкам. Я советую ее всем, всем и каждому. Бегите в магазин, потому что видео уже заканчивается. Вы уже можете бежать в магазин и покупать это, если вы ни разу это не покупали. Не забудьте оставить мне свои комментарии о своем любимом средстве из декоративной косметики. У меня это, как вы поняли, помада. Пока.